Всем доброго времени сутки! У нас 9 ноября. Продолжаем эпопею с раскруткой товара номер 1. Второе видео мы запустили с 1 ноября, я уже рассказывал. Посмотрите, кто не видел это видео. 2 ноября сняли видос. Какая у нас на данный момент ситуация? Мы сейчас покажем. Я перед этим покажу нашу группу в Фейсбуке. Так, неправильно я сделал. Это надо сделать, переходя вот здесь. Все подписываются, какая информация нужна. Вздавать вопросы, все дела. Здесь еще у нас есть много разных групп. Они именно оставлены для того, чтобы каждый человек по интересам переходил, чтобы не было мусорки. Здесь как бы основная группа, через нее уже переходим дальше. Если здесь ссылок нет, закреплено на окне, а есть в описании. Описание у нас вот здесь. То есть все вот эти группы, какие вам нужны, интересны, поинтересам. Заходите, задавайте вопросы. По мере возможности мы будем на них отвечать. Так, по Фейсбуку рассказал. Теперь идем по показателям. Так, первый показатель. Мы показываем наш основной селлер-централ. Ситуация у нас такая, вот 71 продаж за все время. Это мы продали-раздали с первого числа. Сколько в день мы примерно в среднем раздаем? 10 штук в среднем. Ну, 10 не получается. Если 9 число, должно быть 90 штук всего. Ну, то есть, не каждый день. Ну, получается, тут есть кое-какие органические продажи. Поэтому приблизительно, давай скажем, 10, ну, 10-12. Ну, это не с первого дня мы начали, правильно же, раздавать? То есть, мы где-то с третьего, с четвертого дня. Поначалу мы раздавали вообще по одной, по две, по три штуки. Потому что у нас на данный момент мы раздали 10 с выкупом товара, чтобы нам 10 звездочек получить. И достаточно быстро мы вышли на первой странице по одной из фраз по раздаче. То есть, у нас продвижение заключалось, идея была в том, что мы будем раздавать товары по одной ключевой фразе, по средней. Подтягивать бестселлер значок. На данный момент мы еще не вышли на этот уровень. У нас нет количества звездочек, чтобы идти и перейти в другую подкатегорию, где будет значок бестселлер. А второе слово, основное, будет тянуть так называемые, в кавычках, сеошники из всяких там пакистанов и так далее. Вот, по этой ситуации у нас возникли проблемы. То есть, я все анонс, 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 расскажу, расскажу, покажу и порекомендую. Но у них, видимо, все-таки они реально делают, мы уже проверяли, Валентин уже сам лично проверял, как они это все делают, и у него получилось. Я так понимаю, расскажи, как ты делал вот эти 15 своих, просто тестово. Ну, просто добавляешь в нашли лист. Ну, то есть, ты сначала генерируешь сначала какого-то персонажа, потом, соответственно, его регистрируешь на Амазоне, потом этот персонаж заходит на твой листинг, задает вопросы. Желательно перед этим он зашел еще к конкурентам, потом зашел к себе, задал вопрос, вышел, зашел еще к конкуренту, потом вернулся и добавил в вишлист. Убивает полностью этот аккаунт, то есть, браузер и все остальное, чтобы купки ничего не было. И заново все это повторяет. Создает, генерирует личность на определенном сайте. Как сайт называется? Ну, там надо менять прокси-сервера. Ну, естественно, да. Естественно, это понятно. То есть, не надо политься, что ты находишься на одном месте, в принципе. Вот и все, сложность небольшая. Ну, личность разная каждый раз, правильно? Генерирует. То есть, есть сайты, как fake name, генератор. Ну, в любом случае, если надо будет, обратитесь, мы как бы подскажем. Вот, то есть, мы попробуем, Валентин попробовал, не поленился, сделал все качественно, потому что мы не знаем, как Пакистан сделать. И за это вот этот вопрос бана, как раз касается той ситуации, как они это делают. Если они делают все это качественно, а мы, естественно, в этом очень сильно сомневаемся. И нас вот эти, как минимум двоих мы заказывали, оба подвели. То есть, такое ощущение, собирают торговые представители заявки, отдают в цех, а в цеху у нас берут или не берут. То есть, кто-то... Я могу сказать, как у них все это работает. Давай. У них работает очень просто. Кто больше денег даст, кого они лучше раскрутят, за того они возьмутся. Изначально они предлагают, ты помнишь, 500 долларов. Да, да, да. И вот обязательно все торгуются. То есть, все торгуются, кто доводит до 200, кто до сотни и так далее. Они, конечно же, возьмутся за того, кто предложит больше. И кто деньги вперед сейчас при даче заплатит? Абсолютно верно. Потому что качество, качество, очень сильно страдает. То есть, они могут запускаться с одного и того же сервера, полить сильно продукты. Поэтому вопрос такой-таки сомнительный. Очень сомнительный. Работает? Да, работает. Но если делать все правильно. Согласен. Из-за этого, наверное, все-таки мы еще по этому поводу общаемся. В том плане, почему это не дело программным способом, а дело в ручном режиме. Так программисты наши говорят, что вполне возможно, что тупо руками дешевле делать. Из-за этого у них нет возможности ввести сразу 10, 50, 100, например, ключевой фраз у каждого человека. Из-за этого встают тупо все в очередь и нет продвижения. Да, это касается, у кого безвыходная ситуация. Кто-то обращается в таких случаях в Эролинч или Зонблас, а кто-то, соответственно, с СЕОшником, у кого денег меньше. Это касается тех, у кого маленькие товарные запасы, кто не сильно рискует. Но в любом случае, даже если, я вчера в видео это объяснял, если вы собираетесь заниматься только СЕО, бангладешская, тогда имейте в виду, что продвигается в этом случае только ту фразу, которую проплачиваете. Одна фраза или 10 фраз. Все. Все остальные тонут в говне, по большому счету, потому что... Вот вся конверсия падает, конечно. Значительно. Она просто жестоко падает. У меня, говорю, есть человек, который упал меньше, чем 1%. Вот. А если вы раздаете, как бы меня не критиковали, говорили, что там, типа, только раздача. Да, да, мы только раздача. Наверное, так. Но при раздаче конверсия повышается, если вы все правильно делаете. Раздачу можно серьезно экономить. Можно дать через зонбласт заплатить бешеные бабки, и они будут также бесплатно раздать. А можно самим, также в ручном режиме, грамотно подойдя, с правильными скидками, с правильными письмами, с правильными заданиями, сделать это достаточно эффективно и самим контролировать. Хотите вы сегодня 10 раздать, правильно? Или 50. Просто должны готовы знать, как это делать. И все. И когда вы раздаете, правильно, у вас хорошая конверсия, которая вам подтягивает, и остальные фразы автоматически. В конце видео мы покажем наш отчет, только без нашего, так скажем, ну, ключевой фраз. Все показатели, которые изменились вот за эти там, ну, по большому счету 8 дней. Потому что первого мы запустились, второго только начали работать. Вот, всего-навсего, сегодня 9 число. Вот наш отчет. По отчету все, в принципе, видно. Органика у нас примерно, когда началась? 2-3 дня назад? Куда? Она началась с того момента, когда сеошники нас подвели. Мы вывели одну фразу на первое место, среднюю. Мы не понимаем, потом в отчете покажем, у нас очень сильно поднялась сессия, но мы думали, что эти сессии просто из-за того, что мы на первой странице. Но, в конечном итоге, 2 дня у нас эти сессии высокие были, и потом они опять опустились до разумных пределов. То есть, конверсия опять, то есть, у нас конверсия была 44%, станет, стало там 14%, сейчас вот постепенно начала поднимать. Мы это не знаем, откуда это произошло, такой всплеск. Думаю, Бангладеш вроде, ну, точнее, не вроде, мы как бы убедились, что они не работали, ни те, ни те. То есть, непонятно. Может быть, как новинка вышла, конкуренты нас начали разгадать, не знаю. Может быть, что-то там произошло. Но в любом случае, на данный момент, товар на первой странице вышел, и мы решили SEO не делать. Решили поиграться с ценой, потому что сессии пошли, а продаж не было, значит, проблема в товаре. Раз проблема, ну, в товаре, в лейсинге, в цене, то есть, комплексно. Мы начали проверять, просто опустили цену. Опустили цену, и по 9,99, по-моему, там 9,90. Ну, то есть, просто сливная цена почти в ноль. Это себестоимость, и это FIA Amazon. FIA Amazon у нас там всего, получается, у нас там себестоимость 10,90, да, Валентин? Или 10,50? То есть, 10,90, 10,90 по нулям. Вот, по нулям. То есть, мы минус доллар работали, но это все равно выгоднее, чем раздавать. Вот, соответственно. И мы это сделали, и за несколько часов, там, за два, за три часа, было сколько там? Три-четыре продажи, да? Ну, да. То есть, мы поняли, что все нормально, плюс мы, Валентин, переделал полностью фотографии, вот, первую. И, соответственно, то есть, в комплексе все это сделали, и продажа сразу органика пошла. На следующий день мы начали менять все, мы опять начали поднимать цену. То есть, мы сейчас ловим ту цену, по которой наш товар сейчас будут покупать. Сегодня, это было, значит, позавчера, вчера мы поставили уже 10,99. Продаж сколько было за ночь? Две или три, да? Нет, ну, то есть, органических, я не знаю, по-моему, шесть, шесть-семь продаж. Шесть-семь продаж органично, это уже всю ночь работало. То есть, если у нас по 9,99 работало несколько часов, мы тестировали, вот, то по 10,99 уже шесть. Соответственно, пока мы менять ничего не будем, мы хотим закрепиться на этих продажах, нас ноль вполне устраивает. Потому что, опять же, в отчете будет видно, что по многим фразам мы не дошли, а мы планируем по всем ключевым фразам выйти на первую страницу. Потому что у нас конкуренция приличная, но не там, не айфон-чехлы, грубо говоря, не по 150 продаж в день, а всего-навсего там 30-40 продаж. Туда в эти, там, 3-4 фразы можно пройти, а много фраз, в которых продаж еще меньше, то есть, туда еще проще зайти. Да, в конце мы покажем. Да, это мы все покажем. Давай переходим на следующий отчет. Так, ну здесь все понятно. Все динамика, да, то есть, вот все рефаундов у нас нету, фи показано, транзакшн, а, да, транзакшн это нам возмещали за потерянный, там, убитый товар. Ну, все, в принципе, ясно на данный момент. Идем дальше на следующий. Вот как раз я говорил про конверсию. Вот она у нас резко упала. Сейчас мы в бизнес-репорте покажем, за счет чего она упала. Ну вот, за счет сессии. Все, переходим дальше. Не будем видео затягивать, народ напрягается. Вот такая ситуация. Вот 7 дней работы. Да, вот наш как раз 7 дней он и показывает. То есть, получается, вот у нас 136-137 сессий. Вот это резкий всплеск. И потом, когда мы уже закрепились на нескольких первых страницах, у нас уже вот от 14 до 33. То есть, в три раза поднялось количество сессий, но явно не 136. То есть, вот этот вот подъем, такой вот, мы на данный момент, к сожалению, не можем определить, то есть, анализируем. Но пока непонятно, по каким причинам такой всплеск сессий был. Вот, так как мы на начальном этапе думали, как раз нас ввели в заблуждение. Вот эти бангладешцы уверены были, что это они делают. Но сейчас как бы вроде они сказали, что они ничего не делали. Так что мы, пока мы этот момент опустили. И сейчас мы, я не знаю, как с сёшниками работать, если честно. Потому что мне в день 2-3 обращения ко мне. Мне даже с ними разговаривать кайфалом. Просто я уже некоторым пишу, типа, я разговариваю только по-русски. Они начинают, ничего, братан, ё-моё, будем по-русски разговаривать. Вот, то есть, они на всё готовы. Но по работе непонятно. Сейчас у меня вот этот чувак, который выводил, я говорил, на первую страницу, он опять на первую страницу вывел уже другой ему человек. Уже за 150 долларов. Но эти цены, не надо забывать. Средняя цена для, вот, например, для нашего товара нормальная цена – это 300 баксов. Просто у всех цены разные. Айфон-чехлы, где 150 продаж, начиная там с 10-й страницы, вывод на первой странице, мне зарядили 800. И не торговались, и не брали деньги, то есть, и не начинали работу без предоплаты. То есть, чем круче категория, это надо понимать, это нормально. И когда говорят, что им всё равно, какой товар, в какую категорию, это неправильно. Потому что они просто ресурсы больше потратили. Так, ну, в принципе, здесь всё. Всё хотели, что показали. Теперь показан последний отчёт наш, который, таблица уже Excel. Это вот те данные. Кейворды мы убрали, естественно. Ну, вот, Валентин, теперь твоя очередь. Рассказывай подробно. Ну, собственно говоря, поднимались мы по-простому, да, ключу, где 46 максимальная продажа в день, да. Средняя статистика, средняя продажа, это 14, усреднённые, 14 дней. Это первый ключ, да, по которому мы продвигались. Мы довольно-таки быстро поднялись на первую страницу за 3. Вот. Но надо сказать, что остальные подтянулись сами по себе. За счёт конверсии, в первую очередь. За счёт конверсии. То есть вот на сегодняшний день мы находимся на 4-х... Первой странице. По 4-м ключевым словам, фразам, мы находимся на первой странице. Это случилось, кстати, сегодня. Вот. Само собой подтянулись. Надо ещё иметь в виду, помимо, само собой, надо и SEO, чтобы было нормально сделано. Это же не просто так они подтянулись. Они все есть серстёром, везде в тайтлах, в буллетах. То есть всё это сделано... Естественно. Ну, это изначально, то есть это... Априори, так скажем. Да, да, да. Вот такая вот интересная ситуация. Следом подтягиваются другие ключевые фразы. Опять же, они очень близки к первой позиции, что не может не радоваться, собственно говоря. Вот. Самые интересные позиции, где больше всего продаж, ну, придётся раздавать, чтобы подниматься выше. То есть подбросить в топку, да, правильно? Всё правильно. По большому счёту, наш основной показатель средней продажи в день. Вот. То есть вот 38-34, это уже серьёзный подход. То есть 14-19 скромно, 38-34 нормально. Вот 40-ка подтягивается. То есть если 5 ключевых фраз. Ну, надо не забывать, первая страница даёт 80% продаж. Ну, у основной массы, в основной массе товаров. Но 68 из этих 80, это первая тройка. Соответственно, наша задача постепенно по каждому пунктику подтягивать карты в топ-3, в топ-5. Это основное. И за это мы никуда не спешим, мы постепенно всё делаем. И мы, ещё раз повторяю, раздаём. Могли раздавать, мы вообще планируем, как зонбласт. 100 штук в день. Это не проблема. Не проблема. Если вы продаёте за разумные деньги, то есть ваш товар стоит там 15 баксов, вы продаёте его за 99 центов, это вполне нормально. И не обязательно платить бешеной бабке зонбласту или ещё кому-то. Ну, в принципе, здесь очень просто, Денис, очень просто посчитать изначально ваши расходы. Ну, да. То есть, если моя средняя страница, то есть, если моя ключевая страница, то есть, там, где я пытаюсь ранжироваться или подниматься, в среднем съедать 14 продуктов в день, то есть, мне надо, грубо говоря, ну, максимально, наверное, неделю, да, по 14, ну, по 15. Ну, там, она же неровная, соответственно, может, и 10 хватит, и по 10 хватит. Абсолютно верно. То есть, где-то есть меньше, где-то больше. Нам надо среднячок, то есть, чтобы появиться на этой странице. Главное – качественный продукт, главное – качественный SEO, и очень важно – стабильные вот эти раздачи. Очень важно. Ну, SEO, фотографии и всё остальное, когда ты появишься на первой странице, ты поймёшь, насколько они у тебя правильно сделаны. Да, соотношение SEO именно к соотношению продаж. Ну, и соотношение сессии к продажам. Да, там всё станет понятно. Всё на самом деле очень просто, всё понятно, прозрачно. У нас вот 40 продаж, вот крутая, внизу вот зелёненький. Светло-зелёный, расскажи вот по этим, то есть, жёлтый понятно, то есть, это мы находимся на третьей странице. Потом светло-зелёненький, что это такое? На второй странице мы находимся, я так понимаю, по all-категориям. Да, ну сейчас вот это интересно, то есть, мы хотим подняться. То есть, мы сейчас по all-категориям находимся на третьей странице. Что мы сделаем? Мы просто начнём раздавать по этому ключевому запросу. Ну да, на данный момент, как шли, так и идём раздачами. Сео мы как бы сильно не загонялись никогда. Сейчас на этот момент программу делаем по этому поводу. Ну, как будет программа, будем, соответственно, тестировать. Ну, в программе уже будем делать именно всё правильно. Чтобы и IP менялись, чтобы платные IP были, а не бесплатные. Чтобы, грубо говоря, ну, всё, что как надо. Зашёл сначала к конкуренту, добавил к себе вопрос, зашёл, вышел, опять к конкуренту зашёл, потом вернулся и уже добавил вишлист. Типа действие делал. Плюс есть много сервисов, которые даже показывают ход мышкой. То есть, там, вверх-вниз, посмотрел, типа, туда-сюда, там, минуту потратил, две лишние. Я полагаю, что нужно симулировать всё. Именно, ну, я и говорю, симуляция, абсолютная симуляция действия нормального человека при совершении покупки. В принципе, всё. Много вопросов возникает, зачем вы показываете, рассказываете всё это. Ну, во-первых, это видео отчасти рекламирует наши, как бы, возможности. То есть, если кому интересно обращается. Во-вторых, это, в любом случае, бесплатные пособия для тех людей, которые, там, в какой-то, там, ситуации, то есть, не понимают, как двигать товар. Или понимают, как двигать товар, но у них, как это, может, представление совсем другое. Может быть, для них это будет открытие, что именно можно так делать, а не делать как-то по-другому. Так что, в любом случае, это дополнительная-дополнительная информация практически к действию. Без слов вот этого, что мы, там, практики, не практики, что мы, там, теоретики и так далее. А просто, вот, конкретная работа конкретного товара. До этого мы делали товары, будем делать товары. А это вот конкретный товар. Почему мы его именно показываем? Ну, потому что, как бы, накопилась уже критическая масса информации, которую хотелось бы применить. Единственное, вот это вот, нас, конечно, пакистанцы добили уже просто, то есть, с ними разговаривать невозможно. Вот, и второй момент, второй момент, это товары с большим бюджетом. То есть, если у нас предыдущие товары были, там, в разумных пределах, там, ну, тысячи штук. То есть, здесь две с половиной тысячи штук, то есть, мы сами понимаете, раздавать, у нас бюджет заложен как минимум 500 штук, правильно? Единственное, мы думали, как, например, по 50, по 100 штук раздавать. Да, ну, нафиг не надо, мы и по 10 штук вывели. А звездочек-то нет, куда спешить-то? Сейчас вот мы желтенький будем выводить вот эту фразу, потому что там 40 продаж в день. И будем ее выводить прямо уже в топ-3. В топ-3 ее подведем, у нас вот две фразы, где 38 и 34, тоже в топ-3 будем заводить. Вот там и органик пойдет. И мы сейчас цену поднимать не будем вообще сильно. То есть, вот мы болтаемся, вот этот доллар, 10.99, у нас уже 0. Мы планируем 11.99, то есть, наши конкуренты начинаются, цена у нашей ниши, я так понимаю, 12.90, да? Ну, прилично. Ну, да, 13, я думаю, 13.90, так сказать, нет, цена. Ну, да, когда мы до топа дойдем, когда в топе зацепимся, надеюсь, это произойдет, мы, соответственно, там уже будем опять же стараться. Чем мы будем отличаться от топа? Я уже по этому поводу много раз говорил. Когда вы начинаете стартовать, выбирать товар, особенно, когда он у вас уже приходит, потому что рынок меняется всегда, и вы отстаете всегда при выборе товара на 2-3 месяца, пока он дойдет до продаж. Когда он дошел до продаж, вы должны понять одно. Куда надо идти? Естественно, на первую страницу, в топ-3. Но надо не забывать, что ваш товар должен быть готов. Если вы смотрите на свой товар, на свой листинг, на свои цены, на свое конкретное предложение и сравниваете с топ-3, и вы говорите, да нет, я там вообще, так что туда идти вообще, зачем раздавать товар, зачем вообще вкладывать бюджет, может быть, вам надо на вторую, на третью, на десятую страницу идти. Если вы уже целенаправленно туда настроились, то поймите, что у вас должны будет хватать сил. Если их не будет, и вы останетесь где-нибудь посередине, то это тоже будет выброшенный день. То есть надо в комплексе все это понимать и разрабатывать стратегию для каждого товара индивидуально, в конкретный момент времени. В принципе, все. Все. У тебя добавить что-нибудь есть? Да нет, все нормально. Ну, для второго видео достаточно. Хотели мы снимать почаще, но просто информации пока нет, как произойдет что-то изменение.